Прошлый 2019 год был объявлен годом театра и это не случайно. Сегодня по всей стране функционирует множество самых разных театров. Это традиционные и экспериментальные, государственные и муниципальные, музыкальные и драматические. И все-таки как же обстоит с культурной жизнью в Химках? На этот вопрос мы решили попытаться ответить в нашей программе и поможет на него ответить, как мы надеемся. Наш сегодняшний гость это Анастасия Агений, художественный руководитель детского театра студии «Шаги», а также актриса и режиссер театра «Наш дом». Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! И мой первый вопрос заключается в том, каким был прошлый год для театра «Наш дом». Ну, если честно, могу сказать, что сезон 2018-2019 не сильно отличался, конечно, от всех остальных. лет в нашем театре, потому что каждый год у нас насыщенный, у нас каждый год много премьер. Я бы, наверное, даже сказала, что в связи с тем, что год был объявлен годом театра, видимо, в силу того, что излишнее внимание к театрам в этот момент со всех организаций, и от администрации, и от всяких проверяющих структур и так далее. То есть театрам, на самом деле, в этот год стало сложнее, потому что слишком много к театру привлечено внимание и желательного, и не очень, так скажем. И нагрузка, наверное, на театр была больше в этот год. Но в любом случае приятно, конечно, то, что в стране ценится культура, и таким образом отмечается все-таки необходимость и важность такого вида искусства, как театр, это, конечно, очень важно и нужно. Спрашивают многие, ходят ли сейчас в театр? Ходят, конечно. Ходят намного больше и чаще, чем это делали раньше. Допустим, если сравнивать с 90-ми годами, когда люди были заняты только решением каких-то своих насущных проблем, какой там театр? Тут просто, ну, мне кажется, не только наш театр пустовал, вообще все театры. Ну, так худо-бедно существовали, как и вся страна, в общем-то. А сейчас люди начинают, им чего-то нужно, им что-то, чего-то не хватает еще. То есть более-менее стабильная, когда ситуация в стране образовалась. Людям, конечно, люди тянутся к чему-то, это хорошо. Я знаю, что в этом году театр «Наш дом» поставил шесть премьер. Расскажите о вашем спектакле, где вы выступили режиссером-постановщиком. Ну, я вообще очень люблю детские сказки. Я сама очень любила и в детстве сказки, это все мы любим. Все мы были детьми, все мы любим с детства многих авторов. Мой любимый автор – Андерсон, как, наверное, у многих детей и взрослых сейчас. Это уже третий мой спектакль по этому замечательному сказочнику. Сценарий мы пишем сами обычно, потому что Андерсон, как вы знаете, он не драматург. Он писал сказки для чтения, для рассказа. Поэтому нам приходится делать сценарий для того, чтобы это можно было поставить на сцене, то есть какие-то диалоги прописывать. Вот. Мне, конечно, очень эти работы дороги, наверное, тем, что мне удается еще раз вместе с артистами, вместе потом со зрителями, вместе с этими детьми, которые приходят, еще раз окунуться в то вот беззаботное время, когда я была маленьким ребенком, еще раз это все пережить, еще раз как-то, ну, короче, побывать в сказке. Я люблю это дело и чувствую себя ребенком в этот момент. Есть мнение, что Ганс Кристиан Андерсон – это вовсе не совсем детский писатель, потому что смыслы очень взрослые. А как вы, как режиссер, адаптировали некоторые смыслы под детский спектакль? Или ваш спектакль для всех? Ну, во-первых, это спектакль для семейного просмотра. Это написано и в афише, и в программке. И там возрастное ограничение достаточно высокое стоит для детских сказок. То есть если обычно у нас спектакль, основной репертуар для детей с трех лет, то это сказка для детей с шести лет, то есть это младший школьный возраст. Понятно, что эта сказка, ну, не для малышей совсем. Это не какая-то такая мимимишная история, где там эти телепузики скачут и всем улыбаются. Нет, конечно, здесь достаточно глубокие, жестокие даже смыслы заложены. А то, что Андерсон не детский писатель, ну, я бы не сказала так, потому что дети – это до 15 лет вообще-то дети. Да я бы даже сказала, что в наше время до 20 лет дети, потому что сейчас дети взрослеют намного позже, я бы сказала, чем раньше. Вот, поэтому чем серьезнее смысл, который заложен в сказке, тем, наверное, больше какая-то воспитательная ценность у сказки. Потому что сказка – это что? Для чего она вообще нужна? Изначально для чего она нужна? Для того, чтобы воспитывать детей, правильно? Ну, вот, в общем, и все. Чем она будет глубже, тем, значит, ее миссия, ее функция будет более полная. Вспоминая прошлый год, были ли какие-то вызовы, с которыми вам пришлось столкнуться как режиссеру? Ну, вы понимаете, режиссерская работа, она вся состоит из вызовов. Бороться приходится с очень многим, там, я не знаю, нет денег, там, я не знаю, нет монтировщиков, нет, сломалась аппаратура, заболел артист. Ну, то есть она вся состоит вот из этих вот проблем, которые вот сейчас, прям в данный момент надо решать, хоть ты тресни, но вот сломался круг, например, у нас перед выпуском спектакля. Нам приходится ждать, пока к нам приедет какой-то там специалист. То есть это просто получается простой, целый день репетиционный, мы потеряли. Мне вот интересно, режиссер все-таки больше творец или больше менеджер? Это все вместе, это один в трех лицах, так скажем, это и режиссер-педагог, и режиссер-организатор, и режиссер-зеркало, это уже, это уже я азы просто по-станиславскому сейчас говорю, потому что помимо того, что мы должны работать с артистами и выстраивать, собственно, спектакль, творческую работу, мы должны обеспечить, режиссер должен обеспечить весь процесс, весь, начиная от декораций, костюмов, звука, света, ну, короче, все. Режиссер-это все, в общем-то. Театру «Наш дом» уже больше 20 лет. Это достаточно солидный срок, особенно для города, которому, в принципе, 80. Насколько я знаю, вы проработали в этом театре большую часть этого срока. Как вы считаете, что ему до сих пор позволяет держаться на плаву и пользоваться популярностью в химках? Ну, вы знаете, без ложной скромности могу сказать, что у нас очень сильная труппа. Просто, ну, вот, это ансамбль, на самом деле. Это, ну, наверное, многое зависит от того, что практически, ну, 80% артистов, которые работают в нашем театре, они все ученики одного педагога. Это, конечно, о многом говорит. Они все учились, ну, практически все у нашего художественного руководителя Сергея Юрьевича Постного. Он долгое время преподавал в университете культуры, и я, собственно, у него училась. То есть основной костяк этого театра составляют его ученики. Поэтому это, конечно, очень важно, потому что мы все как бы из одного гнезда. Вот, мы очень хорошо друг друга слышим и понимаем. В общем, нам не нужно долго там что-то там между собой договариваться. И это, конечно, чувствуется сразу же в зрительном зале, потому что это определенная энергетика. Нам не надо там что-то друг с другом делить, выяснять. У нас очень хороший коллектив, действительно, очень сильные режиссеры и очень сильная труппа. Я правильно понимаю, что театр «Наш дом» – это прежде всего традиции, которые были заложены изначально? Ну, конечно, конечно. Дело в том, что театр «Наш дом» вырос из студии. Ну, студий тогда в то время было много, но выживали, как понимаете, не многие, а самые, не знаю, какие там. Ну, самые лучшие, наверное, так. Что же теперь говорить-то? Вот, потому что в студии закладываются какие-то, ну, театр-студия, да, понимаете, о чем мы говорим. Закладываются какие-то очень важные традиции именно коллектива, да. То есть здесь невозможно, как бы равнодушие какое-то не может быть к работе. То есть если выпускается спектакль, неважно, участвует в нем, вот я участвую в этом спектакле или нет, я точно так же за него буду болеть и родить, как если бы я в нем участвовала. То есть это мое семейное дело, так скажем. То есть это не может быть для меня все равно. То есть любая премьера для меня – это событие. Неважно, участвую я в ней так или иначе, это неважно. Анастасия, театр и театральная жизнь, в частности, всегда окутана большим количеством мифов и суждений. Когда мы готовились к этой программе, я специально опросила своих знакомых, других жителей Химок о том, что они думают о театре и какие суждения они могут вынести на этот счет. Я предлагаю сейчас вам опровергнуть их или наоборот согласиться. Я сейчас зачитаю то, что чаще всего думают о театре. Театр – это очень дорого. Как на ваш взгляд? Ну, не знаю, мне кажется, что это не дороже, чем поход в какой-нибудь хороший кинотеатр в любом случае. И если сравнивать кино, допустим, и театр, в кино мы приходим, и там оператор включает, нажимает на кнопочку, и на экране идет уже готовая снятая картина. Понятно, что, может быть, когда ее снимали, на нее потратили огромное количество миллионов чего-то, но в данный момент это просто картинка, которую оператор включает, и все. А в театре, ну вот, допустим, вы сегодня присутствовали, да, 15 человек артистов, живых, со своими там какими-то нервами, там, не знаю, с чем еще, они со своими историями приходят и вживую работают сегодня, сейчас только для вот этих вот людей, которые пришли. Поэтому, ну, это же какая-то, это же волшебство, сейчас, прямо вот сейчас происходит волшебство, и поэтому говорить о том, что это дорого, если еще плюс учесть то, что сравнимо, да, цена за билет, ну, допустим, цена за билет на этот спектакль, 800, по-моему, рублей, да. Сколько стоит в кино сходить? В театрах ставят только классику, а классика надоела? Ну, вот это совсем неправда, потому что сейчас в театрах классику вообще мало ставят, насколько я понимаю, ставят очень часто и очень много современной драматургии. Я бы даже сказала, что иногда я скучаю по классике, нет, вот что-нибудь классическое бы поставили, я бы с удовольствием сходила, посмотрела. В нашем театре, допустим, мне кажется, пополам современной драматургии какой-то, спектакли по современной драматургии и по классическим каким-то авторам, мне кажется, одинаковое примерно количество. Поэтому это неправда, конечно. Кстати, хотела еще задать один такой вопрос. Вообще считается, что классику ставить довольно рискованно, потому что уже большинство смыслов найдено, со всех сторон произведения рассмотрено, плюс зрители очень часто не любят, когда экспериментируют с их любимыми произведениями, и поэтому многие режиссеры стараются лишний раз классику не брать. Как вы считаете? Ну, в этом, наверное, есть какая-то доля правды, потому что, ну, угодить, на самом деле, угодить всем вообще невозможно. Поэтому, в общем-то, если режиссер чувствует, что ему очень хочется Чехова поставить, что он понимает, как его поставить, и видел все спектакли, все возможные постановки, но при этом все равно он понимает, что ему все равно остается, что сказать через этот текст, то значит, его надо ставить. А современная драматургия, что не сложно ставить, которая вообще непонятно, как она себя поведет на сцене, а это проверенный уже материал, он хороший, он сам по себе выплывет, даже если там режиссер пока еще первые шаги свои делает, поэтому не знаю. Следующий стереотип. Театр обязательно должен воспитывать и доносить правильные ценности. Это да, с этим я согласна абсолютно, обязательно, это его основная миссия, ну, это мое мнение. Актеры, как творческие люди, очень неорганизованные и безответственные, потому тяжело с ними работать. Да, в основном это так. Ну, это объясняется очень простыми вещами, потому что актер, это же такое существо, он должен до конца оставаться ребенком. А вы много видели дисциплинированных детей? Вот, поэтому, конечно же, актер, он, это какое-то особенное существо, если он будет взрослым, дисциплинированным человеком, который ходит по, как это, под прямым углом, это будет не актер, потому что актер, это же существо без кожи, это же атомный взрыв. Это особый тип людей? Да, конечно, безусловно. Кстати, здесь же хотела спросить, все-таки режиссер или актер, это именно призвание или, в принципе, может заниматься кто угодно, кто освоил какие-то навыки? Нет, это безусловно призвание. Если это где-то там не дано, что, чего-то там такого, что невозможно пощупать, то есть научиться, ну, наверное, не знаю. Конечно, должны быть какие-то особенные данные у человека для этого, и для одного, и для второго. Есть мнение, что каждый актер, переживая какое-то потрясение в жизни, старается максимально сконцентрироваться на эмоциях, чтобы потом, правдоподобно, сыграть это в спектакле. Как вы считаете, это имеет мысль с тобой? Ну, это не совсем так, конечно, мы же не психи, когда нам плохо в жизни, нам плохо в жизни, мы не думаем потом о том, как мы будем это на сцене воплощать, нет, конечно. Просто потом, когда это проходит, у нас же остается, это называется эмоциональная память. Потом, когда уже наше там это все отболело, отгорело, или наоборот, мы отрадовались, вот. Потом это все остается в нашей копилочке, в нашем эмоциональном багаже, и, естественно, когда мы выходим на сцену, мы можем это использовать. Так или иначе, вынуть это там из копилочки и попробовать как-то более-менее обратно туда погрузиться, в эти свои чувства, которые были пережиты. Следующее осуждение, что театр – это элитарное искусство, куда ходят исключительно избранные, и если ты не имеешь какого-то культурного бэкграунда, ты можешь спектакль не понять. Ну, в этом, наверное, есть, да, потому что театр – это все-таки, ну как, это не масс-маркет, знаете, вот есть одежда, которая, ну, зашел, купил, надел и пошел. Нет, все-таки к походу в театр нужно внутренне как-то быть готовым, подготовленным, готовиться нужно к этому, это труд. Поход в театр – это труд, просмотр спектакля – это труд. Вот я, допустим, сижу на, вот сегодня сидела на спектакле, понимаю, что дети, ну, как бы, вот так вот сидят, потому что они привыкли вот к такой вот картинке, им быстро, вот так вот нужно быстренько, как фастфуд, нужно быстренько запихать все в рот, и все, ну, как бы затрудняться они не привыкли. И не только дети, на самом деле. Даже если речь идет о комедиях положений. Да, даже так, даже так. То есть, условно говоря, легкая комедия в театре, она будет требовать больших умственных усилий, чем, например, фильм арт-хаусного режиссера. Да, да, ну, не знаю, потому что фильм арт-хаусного режиссера можно поставить на паузу и пойти налить себе кофе. А здесь не поставишь? Ну, да. И надо сидеть, и не выйдешь. И вот, если ты к этому как-то не очень готов, то, наверное, это будет печальный опыт. Продолжая тему элитарного искусства, как вы считаете, можно ли приходить в театр в джинсах или надо обязательно вечернее платье? Ну, нет, конечно. Мы же живем в современном мире, понятно, что люди, вот, я не знаю, очень мне хочется попасть на спектакль куда-нибудь там в малый, ну, в малый, ладно, малый, это отдельная история. Ну, когда-нибудь, я не знаю, в театр Вахтангова, допустим. И я мчусь с репетицией, но я не успею физически зайти домой и надеть. Понятно, что я приду туда в том, в чем я, ну, понятно, что, наверное, в грязном там, в плохо пахнущем, наверное, не стоит, но так же, как в любое место. Ну, когда ты приходишь в гости, да, к кому-то, ты же не будешь в рабочей робе туда приходить. Понятно, что просто нужно выглядеть опрятно, с уважением просто. Как ты, когда идешь в гости к кому-то, ты же уважаешь людей, к которым ты приходишь, хозяев. Тут то же самое. А вечерний наряд, ну, наверное, в большой театр надо, наверное, в вечернем. Потому что там смысл именно в том, чтобы прийти в вечернем наряде, показать свои бриллианты. А, в общем, театр, это просто, ну, как бы, ну, такая работа души. И, в общем, неважно, в какой. Это как в церковь сходить. Понятно, что лучше, если ты в юбке и там в платочке. Ну, если вдруг у тебя нет с собой, ну, что ж теперь? Ну, а надо. Ну, душа требует. И последнее суждение. Спектакль может изменить жизнь, поэтому режиссер несет ответственность за то, о чем он говорит на сцене. Ну, вот так бы категорично я бы, конечно, не говорила. Изменить жизнь, наверное, нет. Один спектакль, наверное, не может. Но если человек придет в удачный день, в удачном расположении духа в театр и полюбит театр, и начнет ходить дальше на спектакли, и, ну, как-то, может быть, поменяет свой образ жизни, например, да? Вот подросток. Почему мы очень любим сюда, когда к нам подростки приходят? Потому что, ну, действительно, иногда приходит такой, когда кодокует, и когда он получает какое-то, как это сказать, ну, на нашем языке это называется катарсис, да? Когда какое-то очищение через страдание, когда он вдруг понимает, что, а я об этом никогда и в жизни не думал, вот об этих вещах. И когда человек вдруг, ну, вот в таком смысле, наверное, может он поменять жизнь человека. Ну, не так вот, чтобы прям вышел и стал по-другому жить. Нет, конечно. Постепенно, так же, как и любое другое окружение. Потому что, ну, как ни крути, воспитание человека, окружение очень большое влияние имеет. В наш век кино, что театр может предложить зрителям? Каждый раз приходят сюда живые люди с какими-то, ну, нюансами, так скажем. И каждый спектакль происходит совсем по-разному. Вот один и тот же спектакль может, даже смысл как-то может немножко измениться в итоге. В зависимости от того, как взаимодействуют артисты сегодня, как взаимодействуют артисты между собой, как взаимодействуют артисты со зрительным залом. Зрители тоже очень, от зрителей много зависит. Какой сегодня пришел зритель? Какой зрительный зал? Потому что кто-то готов сегодня воспринимать, и его не нужно пробивать, да? И сразу возникает этот контакт со зрительным залом. А иногда бывает, что очень тяжелый, тугой зал, и очень сложно артистам. Но иногда через это, наоборот, получается какая-то такая совместная работа со зрителями, и получается что-то вообще, какой-то фейерверк в итоге, в конце. Но, как мы все знаем, спектакль – это лишь вершина айсберга, под которым огромное количество проведенной работы. И поэтому сейчас мы нашим зрителям предлагаем посмотреть наш специальный репортаж о закулисье театра. Волнующие приключения любящей и верной Герды и запутавшегося Кая. Премьера в театре «Наш дом» состоялась аккурат в новогодние праздники. Но создание спектакля – процесс не менее волнующий. Мы решили проникнуть в мир закулисья и узнать, что же собой представляет волшебный мир театра. Праздники – время, когда многие отдыхают, для актеров напротив самое горячее время. Благотворительные елки, несколько спектаклей в день, развлекательная программа. По словам актеров, в эти дни приходится буквально жить в театре. Зато результат того стоит. Радостные лица детей, позитивные отзывы. Обычно зритель не попадает дальше театрального фойе и зрительного зала. Но нам повезло, и мы попали в «Святая святых» в гримерку, где сидят актеры. В гримерке встречаем актрису Анастасию Фефелову, которая отдыхает между двумя спектаклями. Девушка пришла в театр «Наш дом» четыре года назад. Первый спектакль «Бег по Булгакову» вспоминает с теплотой. Правда, признается, большая нагрузка в праздничные дни сказывается. Наверное, самая большая сложность – аккумулировать в себе какую-то энергию, которую нужно отдавать зрителю. Главное – не перегореть внутренне, не остыть к этому делу вообще. Чтобы спастись от эмоционального выгорания, актеры стараются окружить себя комфортной обстановкой. Анастасия любезно согласилась провести нам небольшую экскурсию. Вот здесь мы можем попить чай, например, перекусить даже. Кто-то остается на ночь. Вот у нас есть такой диванчик. У нас есть актриса, которая здесь все благоустраивает, обживает нас. Чувствуете, здесь какой-то домашний уют? Вот здесь мы гримируемся. Вот наши гримировочные столики. Правда, здесь бардак, но это уж такой вот творческий беспорядок. Творческий беспорядок, да. У нас даже есть шкаф для одежды. Вот, пожалуйста, здесь мы вешаем наши костюмы. Есть душ, ну и туалет, соответственно. Вот. Не думаю, что это стоит большого внимания. Но у нас все чистенько, все красиво. Новое все, что очень приятно, да. Вот даже есть селлаж для обуви. Вот там можно обувь поставить. Кто-то молится перед спектаклем, иконки принес. Вот. Все, что нужно для счастья здесь есть. Сколько требуется времени, чтобы загримироваться на спектакль? Ну, всегда по-разному. Все в зависимости от спектакля. Если к нам какой-то сложный грим, то может быть час требуется. Где-то полчаса. Где-то может быть 10 минут даже. Кто-то может еще уже из дома загримированным приехать. Там нанести тон, тушь и там какие-нибудь тени легкие. Вот. Все в зависимости от роли. Кто-то может ростовой куклу на себя. Там вообще ничего не нужно гримировать. Подготовка к снежной королеве, по словам девушки, занимает у нее примерно час. Играю Герду. Мне очень близка эта роль, потому что я очень люблю таких героинь светлых, стремящихся к чему-то, ищущих какой-то правды, не знаю, счастья. Вот. То есть преодолевающих какие-то препятствия на пути к тому же счастью. Вот. И Герда как раз такая героиня, которая ищет Кая. Вот. Проходит все трудности и в конце находит его. Вот. Что немаловажно. Потому что по-разному бывает, да, что... Ну, в жизни не знаю, как бывает, наверное, и по-другому. А когда сказка, тут, конечно, хочется верить в лучший исход. Именно это мне и нравится, что вот это отличие чуть-чуть от жизни, что в сказке всегда все хорошо в конце. До следующего спектакля буквально полчаса, поэтому мы оставили Анастасию готовиться к нему и отправились дальше. Вот тут у нас творческие процессы. О, это художка. Чем занимаются? Не знаю, они, наверное, оформляют новый спектакль. Это пока секрет. Так, вот здесь вот у нас реквизиторская. Здесь у нас реквизит хранится в огромном количестве, там шляпы огромные стоят. Так, а вот туда вот, если вы пройдете, там у нас костюмерная, здесь вот наши шубки. Приходя в театр, первое место, которое посещают актеры, костюмерное. Здесь они забирают свои костюмы для спектакля. За состоянием нарядов следят костюмеры. А расскажите, в чем заключается ваша работа? В подготовке спектаклей, костюмов к спектаклям. Ну, то есть, прям вот, как говорится, с нуля. Сначала у нас здесь художники разрабатывают, шьют их, потом мы их принимаем, пишем списки. Вот такие по спискам мы все это проверяем, собираем по частям из разных наших уголков, полочек вот таких. Вот, шляпки, все-все-все-все-все, все аксессуары, ботиночки. Все, чтобы актер был красив, чистый, наглаженный, ухоженный. И наш тонкий психологический подход тоже нужен, чтобы знать каждого актера, психологию, и вот с ними уметь общаться. Это даже важнее. Вот это самое главное. Даже если где-то там что-то чуть-чуть разошлось, какая-то молния, пуговка, главное все это вот решить так, чтобы все спокойны были и с улыбкой вышли на сцену. Костюмы, задействованные в спектакле, переносит уже ближе к сцене. А вот тут у нас висят костюмы. Я играю маленькую разбойницу. Это мой костюмчик, вот такой. Но он, правда, не полный, остальное там наверху. Вот мои сапожки, видавшие виды. После того, как костюм получен, актеры отправляются гримироваться, а потом на сцену. До спектакля буквально 10 минут. Мы сейчас находимся за сценой среди этих прекрасных декораций. И с нами актер Валерий Богатырев. Скажи, волнуешься? Ну, конечно, да. Есть немного волнения за то, как пройдет спектакль. Нет, я знаю, что он пройдет хорошо, потому что это наша обязанность. Коллектив хороший, актеры все хорошие, с которыми мы работаем. Но есть переживания за то, как оценит зритель, что нам, естественно, дорого. А как настраиваешься перед спектаклем? Я думаю, в первую очередь, о детях, которые придут на спектакль. И что для них это праздник. И это, само собой, тебя автоматически настраивает на качественную работу. Во многом очень зависит, те пьесы, которые ставишь, от того, кто у тебя в труппе. Какое распределение ролей можно сделать. Ну, я думаю, что у нас, помимо того, что все люди профессиональные, очень разнообразный, в общем-то, состав. И почти, я вам скажу, любую пьесу классического или даже современного репертуара можно знать. Ну, разве что, если количество людей за 50, то тогда мы не осилим. А так, в принципе, я думаю, любую пьесу можем поставить. То есть те, кто к нам ходят, я не знаю, за что они нас любят. Может быть, за откровенность, открытость. Может быть, мы не любим, в общем, фальширить особо сильно. Девчонки, расскажите, существуют ли какие-то театральные традиции, которых вы придерживаетесь? Да, есть. У нас сегодня «Последняя елка». И обычно в «Последнюю елку» актеры немножко шутят. Ну, это называется «Зеленя», да, «Зеленая елка». Ну, мы стараемся зеленить так, чтобы не пострадал спектакль, конечно же, чтобы зрители получили удовольствие так же, как обычно. Главная задача – это расколоть у партнёра, но так, чтобы зрители не пострадали. И как бы как-то, чтобы было смешно, весело, потому что, ну, была новогодняя компания, куча спектаклей. Сколько было? 16 или 18, да. 18 елок, вот «Последняя 18-ая». Мы прикалываемся, шутим. Вот, поэтому сейчас такой драйв. Хочется, чтобы было интересно и здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сегодня очень много говорили о зрителях, о театре, а теперь давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в эту интересную творческую профессию? Знаете, совершенно случайно. Вот есть дети, которые всю жизнь, вернее, всё своё детство мечтают стать, там, я не знаю, певицами, артистками, там, не знаю, балета или просто актёрами, актрисами. Я никогда в жизни об этом не думала. Я вообще хотела быть психологом. Ну, неважно. Короче, совершенно случайно я забрела в театр «Наш дом», когда он был ещё совсем непрофессиональной студией. Ну, и просто там осталось. Вот как-то так получилось. Потому что, познакомившись с Сергеем Юрьевичем Постным, мне стало интересно просто. Очень интересно. Мне было тогда 15 лет. Я сама была подростком. И для меня это была какая-то новая сторона моей жизни и вообще мира. Какой-то другой мир. Я попала в какой-то другой мир. И это, конечно, было очень вовремя. Потому что время было сложное. Это какие годы были? Это был 93-й год. Творилось у нас и в стране, и в Химках тоже творилось непонятно что. И девочка я была достаточно сложная, так скажем. Поэтому вовремя я попала в театр. Моя мама счастлива была. В качестве актрисы? Ну, сначала в качестве студийца. Но первая моя роль была уже, собственно, вот в этот же год, когда я туда попала. То есть в 15 лет я сыграла «Снегурочку» тоже в новогодней сказке. Ну и потом пошло-поехало. Я уже в 96-м году наш театр стал профессиональным. И я как-то так автоматически, даже не имея образования, стала актрисой театра уже профессиональной. Хотя не имела пока образования. То есть в трудовой книжке у меня было написано «актриса какой-то категории». Я не помню там что-то. Это было, конечно, очень все забавно. То есть актерского образования у вас не было? В тот момент не было. Я пошла учиться уже, проработав несколько лет в театре. И просто когда я поняла, что подождите минуточку, как это? Подождите, мне же надо поучиться. И пошла учиться я не на актерское, а на режиссуру. Я пошла учиться. Мой педагог сначала был в недоумении. Говорит, зачем тебе? Ты что, вообще с ума сошла, что ли? У меня было тогда 24 года. Маленькая субтильная девочка куда-то там в режиссуру. Она говорит, зачем? И как вы ответили на этот вопрос? Я говорю, ну мне же интересно. Я не понимаю, зачем. Я проработала в театре уже 6 лет как актриса. Хотелось какого-то роста. Мне было очень интересно, как это делается. Я вообще была восхищена, конечно, своим режиссером и педагогом. Мне было безумно интересно, как у него это все в голове происходит. Как он это все придумывает. И поэтому мне было интересно именно пойти учиться на режиссуру. А какой был ваш первый спектакль, который вы поставили? Дело в том, что я параллельно сразу же как-то так получилось, что я параллельно организовала детский театр свой. Так вышло как-то. Это тоже все странно, независимо от меня происходит. И мой первый спектакль был там. Хотя мы его играли на площадке театра «Наш дом». Частично в нем играли артисты театра «Наш дом». То есть пополам дети, пополам артисты. Это был спектакль по пьесе Александра Хмелика. Это автор Яролаша, может быть, знаете. Пузырьки. Такой прям махровый, советская такая история про то, как дети там собирают макулатуру. Ну, неважно. Короче, спектакль был очень хороший. И очень такой какой-то... В силу того, что дети играли с профессиональными артистами, это было как-то прям очень мощно. Но сложно было для меня. У меня первый спектакль, это как первое, не знаю, как первый ребенок. Но вы сейчас еще художественный руководитель детского театра, студии. То есть, по сути, вы занимаетесь тем же самым, с чего вы сами начинали в качестве ребенка. Да, да, да. И именно это вас привлекло занять... Как вообще вы занялись этой творческой деятельностью именно в качестве руководителя театра? Это случайно произошло. Меня просто пригласили как педагога по театральным играм в школу-сад. Тогда это была школа-сад Рябинушка. Очень такая продвинутая, одна из очень хороших школ в нашем городе. Там директор просто очень родил за то, чтобы дети были развиты всесторонне. И у них там, помимо основных предметов, у них еще был театр. Театральные игры, и музыка, и пластика, и все у них там было. И я занималась там с детьми два раза в неделю. И, в общем-то, потом я сказала, что всем детям это не надо. Настояла, убедила директора в том, что это все-таки должна быть отдельная какая-то студия, а не предмет для всех. Ну и потом на базе этой школы такая вот студия организовалась. А теперь у нас вот уже своя студия отдельная, совсем свое большое помещение, своя сцена. Задам вопрос, который очень многие не любят. Так все-таки, кем быть сложнее, актером или режиссером? Наверное, одинаково. Потому что и в режиссерской профессии есть свои сложности и подводные камни. И в актерской профессии тоже. Наверное, простота... Актерская профессия проще тем, что... Ну, есть человек, который за это все отвечает. А я там уже, ну, как мне сказали, так я, в общем-то, езде. Ну, то есть ответственность меньше у актеров. Все-таки меньше, чем у режиссера. Вот. Хотя режиссер там где-то сидит, а актер на сцене отдувается так. Актер в итоге. Ну, неважно. Вот. А режиссерская профессия, наверное, ну, помимо того, что вот я вот все сказала, всех вот этих организационных сложностей, эмоциональных, когда что-то там не получается, там, я не знаю, каких-то там материальных сложностей и так далее, и все остальное, в любом случае, это конечное. Это когда-то заканчивается, понимаете? Вы поставили спектакль, и, в общем-то, все. Взятки гладкие. А дальше уже артисты будут работать в этом спектакле, там, 5 лет, 10 лет, не знаю. У нас есть спектакли, которые идут 20 лет. Вот режиссер поставил, ну, и, в общем, а дальше отдаваются артисты. Поэтому я не знаю, какая профессия сложнее и какая интереснее. Они, мне кажется, вот как-то... Равноценно. Одинаково. Хорошо, давайте тогда послушаем, что думают о театре, о театральной жизни химчане, и потом продолжим. Прекрасное искусство. Равных ему нет, ну, никакого другого. Ни телевидения, ни кино. Для вас это вообще событие? Ну, разумеется, и даже сменную обувь с собой, и с детства привычка брать. Я считаю, на сегодняшний день это единственное оставшееся искусство театральное. Все остальное это... Ну, такое... Это не искусство. Ходите в театр, любите этот вид искусства? Нет, извините, но мы давно вообще не ходили в театр. А когда были последний раз? Последний раз? Ну, наверное, полгода тому назад. Ну, это не тогда можно. А что смотрели? Надо вспомнить, что я смотрела. Обычно, когда была внучка, вот мы с внучкой ходили. Это когда там был еще театр. А сейчас она переехала, поэтому как-то вот... Одна не хожу. И все-таки билеты для нас дороговаты. Все-таки 600 рублей билет, это дорого для нас. Мы же пенсионеры. Мы редко, но ходим. Когда были последний раз в театре? Последний раз в 28 декабря. Это что вы смотрели? Какое? В Нежнекороле. В Нежнекороле. В театр ходим. Как часто. Но вот вы знаете, в этом году еще не ходили. Вы имеете в виду наш дом? Любой. А вот мне очень нравится наш дом вообще. Там так хорошо. Мы ходили в прошлом году туда на «Волшебник из Угрудного города» и «Карлик Нос». Да, очень понравилось. Ничуть не хуже, чем Московский театр. Да, только преимущество то, что рядом с домом. Ну, вообще-то ходим. А как часто? Ну, вот перед Новым годом были. На что смотрели? «Снежную королеву» смотрели в «Гжели». Очень понравилось. А может быть, вам какие-то жанры нравятся? То есть вы что больше любите, комедия или драма? Классика. Классика. То есть запрос ставить больше классики? Да. Ну, это живые эмоции, общение. Это, конечно, неповторимый вид искусства. А что не хватает современному театру, как вы считаете? Ой, мне, наверное, трудно судить, потому что, я говорю, я давно не была. Ну, наверное, не хватает того, что было раньше. Очень много открытости появилось. Вот, и хочется что-то, вот, изюминку какую-то, когда ты приходишь и вот с открытым ртом прямо смотришь. А сейчас немножко уже не так. Очень много, ну, каких-то таких пустышек. Вот, поэтому хочется вот то, что было раньше. Чтобы каждый навес золота. Каждый навес золота. Чтобы зрители искренне аплодировали. Как относитесь к театру? Ну, положительно. Считаете, молодежь должна ходить в театр? Обязательно. Молодежь должна обязательно ходить. Потому что, все-таки, как-никак, театр, это же искусство. И чтобы они знали, что раньше было, какие вот спектакли бывают, постановки. Так что я считаю, что молодежь обязательно должна ходить. Когда была молодая, то у нас театров не было. Поэтому мы не ходили, не привыкли. В завершении я бы хотела поговорить еще об одной теме. Какие проблемы, связанные с театром и работой в театре, сейчас существуют? Ну, наверное, я озвучу вообще проблему всех театров в России. Потому что, ну, вот сейчас такая система у нас для того, чтобы поставить спектакль. Для того, чтобы что-то купить для спектакля. Материалы, какое-то оборудование. Вместо того, чтобы прийти просто в магазин и купить что-то, что нам нужно, мы должны выставить это все, как это называется, тендер. Конкурс ждать в течение месяца или даже двух. Я вот, честно говоря, не помню. Но я понимаю, что это просто какая-то катастрофа. То есть для того, я вот, вообще спектакль, это же живое. Это невозможно просчитать заранее. Нам говорят, да спешите смету, вот за полгода напишите смету. И покупайте потом себе потихонечку. Но дело в том, что как только ты приступаешь к постановке, ты понимаешь, что тебе надо не вот это, а вот не синее, а зеленое. А уже к синее куплено. И все. Вот ты хоть тресни, понимаете. Все. И, конечно, я понимаю, что, наверное, может быть, где-то в других структурах это работает, и, может быть, это и хорошо, и удобно. Но в театре это просто, это катастрофа просто. А насколько на театр вообще действует цензура? То есть может ли режиссер выбирать любые произведения, чтобы поставить ее на сцене? Или есть какие-то моменты, которые мешают это сделать? Ну, насколько я понимаю, в стране что-то такое у нас происходит периодически, допустим, да, и знаете, наверняка историю с Гейзером, еще с чем-то таким. Да, я из Новосибирска, поэтому знаю. Но дело в том, что вот лично мой театр до сих пор пока еще не сталкивался ни разу с цензурой. Ну, видимо, мы как-то достаточно... Ну, не то, чтобы мы аккуратничаем. Нет, не аккуратничаем. Но просто у нас нет цели эпатировать публику. Мы ставим то, что нам самим интересно, и то, что, как нам кажется, будет интересно нашим зрителям. Вот, поэтому пока мы с этим не сталкивались, с цензурой. Не сталкивались. Вообще, как вы считаете, кто-то может влиять на творческий процесс, внутренний? В итоге, наверное, нет, потому что чем больше запретов, тем больше искусство находит пути обхода, и тем это все в итоге только хуже. Чем больше запрещаешь, тем оно как вот трава через асфальт. Оно все равно прорастет. Поэтому невозможно, наверное, влиять на творчество. Очень многие режиссеры, художественные руководители говорят, что в театр сейчас практически не вкладываются финансы, и что очень сложно существовать из-за этого. Да, да. Это проблема, конечно. Это, на самом деле, не только театров проблема, это проблема вообще всего образования, медицины. Очень часто говорят о том, что зритель меняется. То есть меняется театр и меняется зритель. Если раньше театр это было развлечение, исключительно развлечение, то есть в тот момент, когда он зародился, там, несколько веков назад, то потом это стало какой-то инструмент воздействия на умы. Какую функцию выполняет театр сейчас? Я бы сказала, что сейчас театр существует во всех ипостасях. Он есть и как чисто как развлечение. Все зависит от руководителя, наверное, театра, то бишь режиссера. Какую цель ставит перед собой руководитель? То есть если это какое-то культурное учреждение, которое несет на себе миссию какое-то образование, воспитание зрителя, то значит это будет это. Если на первом месте у режиссера или руководителя коллектива стоит зарабатывание денег, значит это будет зарабатывание денег. То есть сейчас, на самом деле, можно найти все, что угодно. А у вас какой? Ну мне все-таки хочется верить в то, что мы несем что-то такое доброе, вечное, правильное зрителям, которые к нам сюда приходят. Есть, конечно, спектакли, которые рассчитаны на кассу, но даже они все равно находятся вот в этом, в этой категории в любом случае. Потому что мы не можем себе позволить опуститься просто на зарабатывание денег. Иначе театр умрет. Ну пока театр жив. Да. Анастасия, спасибо вам за очень интересную беседу. Ну а мы с вами прощаемся. Приходите в театр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова